Добрый день! Сегодня у нас в гостях русская балерина, према-балерина Мариинского театра и народная артистка Российской Федерации Ульяна Лопаткина. Ульяна, здравствуйте, спасибо, что к нам приехали. Здравствуйте. Ну, сразу начнем с того, что сейчас Мариинский театр выступает в Нью-Йорке. Какие у вас впечатления от Нью-Йорка? Нью-Йорк – особый город. Люблю сюда приезжать. Сложно описать впечатления, потому что они очень разнообразные. Но город со своей динамикой, со своим характером, пожалуй, все. А вот опишите характер Нью-Йорка, вот в нескольких словах. Огни, динамика, энергия, особый стиль жизни. Для меня это особенная декорация. Это свой театр. Вот, между прочим, да, вот театр жизни, в котором мы все участвуем, когда вам говорится, а вот сравните театр Нью-Йорка с театром Мариинского, ну, как бы, Петербурга. Петербург, Нью-Йорк – несравнимые вещи. И хорошо, что в жизни есть очень много разных, несравнимых вещей, которые создают общую картину жизни, так же, как и люди, будучи похожи друг на друга, абсолютно разные, и имея разные жизни, разные судьбы, задают себе похожие вопросы. И зачастую не могут на них ответить так же, наверное, как каждый из нас видит ответ, но это не ответ для него. Да, да, это все, конечно, индивидуально. Ну, вы знаете, вот здесь, в Нью-Йорке, вы выступаете, значит, ваша коронная партия, это одели и одеты, это, как бы, ну, наверное, такой вот символ, что ли, вашей карьеры, если можно так сказать, это вот, то все это хорошее и плохое, что есть в каждом из нас, это темная и светлая сторона жизни. Вот в нескольких словах расскажите, что вообще для вас значит эта партия, потому что все-таки вот вы ассоциируетесь в основном с этой партией. В 1994 году состоялась премьера, первый спектакль в моей жизни. Я вышла в этой партии, долго готовилась, и слава богу, что долго. Наверное, это был пропуск в профессию. Безусловно, до этого у меня был опыт немногочисленный, я танцевала. Будучи танцовщицей кардебалета, я танцевала сольные партии. Но именно «Лебединое озеро» стало началом серьезного пути, как балерины, как солистки Мариинского театра. И до сих пор эта партия как государственный экзамен в Академии балета. В каком бы состоянии ты ни находился, это все равно экзамен. Выходя на сцену, это живой спектакль, это живой процесс. И возможность показать, как вы сказали, светлые и темные стороны человеческой души, чрезвычайно интересно в творчестве, конкретно в подготовке, в студии, в зале и на сцене. Ну, знаете, как вот Солженица еще сказал, вот эта знаменитая его фраза, что сердце каждого человека пересекает линия между добром и злом, и эта линия двигается в течение всей нашей жизни. Да, действительно, согласна. Ну, и в каждом из нас существует и дьявол, и бог, и темное, и светлое. Вот когда вот вы белого и черного лебедя танцуете, у вас есть какие-то вот моменты, когда вот вы более с одним, нежели с другим чувствуете, вот отождествляете себя? Сложный вопрос. Отождествлять себя с добром или со злом в момент творчества, такого, как балетное искусство, где нужен контроль над текстом, который ты исполняешь в данный момент, в данную секунду, когда ты именно посредством движения создаешь эмоцию, впечатление для зрителя, описываешь масштаб личности на сцене, масштаб героини, уровень эмоциональных переживаний одновременно передаешь через движение, через мимику лица, происходящее на сцене без слов. Я бы не сказала, что есть время и возможность отождествлять себя с вот таким понятием добра и зла. Наверное, все-таки процесс подготовки именно к передаче данной информации, если сухо выражаться, происходит именно в студии, в балетном зале. Ты готовишь рисунок, доводишь его до автоматизма для того, чтобы этими движениями воспользоваться в момент спектакля свободно. То есть воспользоваться этим текстом в себе, чтобы тело, не задумываясь, разговаривало на языке движения. И при этом момент творчества в чем? Когда ты на сцене в тело, в рисунок, в танец впускаешь душу, когда ты разрешаешь себе мыслить душой, чувствовать, переживать. Но поскольку нет текста, есть музыка. И для меня это первостепенно в балете. Для меня музыка – это мой голос, это моя эмоция, это речь. Поэтому отождествлять себя с добром. Я не успеваю, пожалуй, что это за рамками, это подсознательно. Единственное, что, наверное, как ответ, я бы предложила момент исполнения «Черного лебедя». Я знаю, насколько опасно полностью погружаться в сферы, которые начинают на тебя влиять. И я верю в то, что это реальная сила. И добро, и зло – это реальное, существующее, живое, воздействующее на душу. Поэтому я, конечно, в какой-то степени защищаюсь, предлагаю зрителю увидеть схему. Это такое воображение включается. Дело в том, что сам Станиславский еще говорил, когда учил актеров по-настоящему жить, они просто изображают что-то, притворятся. Он говорил, что во всех нас есть все. Поэтому, если, например, нужно найти роль, с которой ничего у человека общего нет, ему нужно найти вот эту маленькую крупицу того, что нужно сделать, и просто ее в себе вырастить до тех размеров, когда это будет достаточно, и этого будет много, чтобы можно было показать его публике. Поэтому вот такие вот моменты, когда танцуешь злодеев, например, нужно вырастить в себе вот это, чтобы по-настоящему быть злодеем на сцене, вырастить вот это. Дело в том, что это вопрос очень сложный. Я его всегда себе задаю, и задают его мне другие люди. Насколько на вас влияют партии, которые вы исполняете, очень непростой вопрос. Опасная история, потому что действительно влияет. То, что человек переживает внутри себя, это влияет на его душу. Я в это верю, я это чувствую. Но в балете есть защита определенная. Это все-таки нереальная жизнь. Это форма достаточно необычная. Человек, не человек в полном смысле этого слова. Человеческое тело в данной ситуации, инструмент, который рисует картины, не совсем естественные. Это рисунок танца. Плюс дополнение, конечно, душа участвует, наполняя содержанием эмоций, для того, чтобы зритель чувствовал. Даже не столько он смог словами объяснить, что происходит на сцене, сколько ощущениями. Но если я становлюсь злом, то оно начинает влиять на меня. Поэтому я защищаюсь, безусловно. А как защищаешься? Предлагая зрителю увидеть черного лебедя как воплощение зла, в балете есть необходимость через рисунок танца, через пластику передавать содержание. Соответственно, если я наблюдательна как актриса, соответственно, я трансформирую свои впечатления, опыт, как это выглядит в жизни, я их переплавляю в движение. Здесь имеет значение все. Пластика, поворот головы, взгляд. Например, когда вы видите человека, который думает относительно вас что-то, это выражается в его движениях, в наклоне головы, открытость, закрытость, агрессия, недоброжелательность, раздраженность, настороженность. Поскольку человек состоит из духа, души и тела, неразделимо, то все это взаимосвязано. И если мы будем внимательны друг к другу, то мы увидим состояние другого человека. Даже можно предположить, о чем он думает. Соответственно, балет передает через пластику определенный характер, внутреннее состояние. И увидев, привнеся это все в пластику, заполнив движение вот этим содержанием, не обязательно быть злом. Ты можешь его проиллюстрировать. А деле это... Напомнить другому человеку, например, тому же зрителю, вот как-то вот возбудить их в эмоциональной памяти, может быть, показать им самих себя. Это же тоже зачем мы приходим в театр. Мы приходим в театр, чтобы посмотреть на себя со стороны, но одна из причин. Отчасти, отчасти, да, я согласна. Сказать, что может быть, если вот так вот, да, можно сказать? В этом-то и интерес работы над конкретными партиями и конкретно над Лебединым озером. В чем разница добра и зла вот именно в характере движений, в музыке? Для меня это чрезвычайно интересно до сих пор, по сей день. Как сделать жест так или иначе? Какое может быть зло в воплощении движения? Многие говорят, что оделие должна быть резкое, черный лебедь должен быть инфернально опасным, как острие ножа, как лезвие бритвы. Это должно сквозить через каждое движение. Это должно выражаться и на лице, и в поведении. Но зло бывает иногда настолько неуловимо и таинственно, что даже в мягкости, в элегантности есть такая опасность. Когда человек, встречаясь с умным злом, не может его распознать сначала. Когда мужчина, встречая женщину, которая обворожительна, умна, блестяще образована, с прекрасным вкусом в одежде, в поведении. Но цель, допустим, личности – завладеть другим человеком, соблазнить, она иногда неочевидна. И вот для меня именно этот срез чрезвычайно интересен. Неоткрытое зло в искусстве не обязательно все выставлять на стопроцентно в понятно. И вот эта тайна, меня так учили мои педагоги, недосказанность, но какая-то сквозящая нота, которая все время подсознательно заставляет человека как бы испытывать некий тайный ужас, ощущение, интуиция. В балете, оказывается, это тоже возможно. И благодаря педагогам я поняла, как можно это передать. Вот это интересно, потому что как раз один из моих вопросов – вот все-таки у нас есть жанр литературы, у нас есть жанр музыки, есть жанр, не знаю, живописи, вот есть жанр балета из искусства. Если искусство – это как бы одно из определений искусства, это когда человек общается с другими людьми на тему «кто я?», «кто мы?», «зачем мы?». И вот именно конкретно в балете, вот есть ли какое-то особое содержание в балете, как в жанре искусства, которое отличается от всех остальных видов искусства? И если оно есть, это особое содержание именно в этом жанре, в чем оно? Вы знаете, если говорить буквально, содержание в балете, оно всегда сводится к одной теме – отношения мужчины и женщины. Как правило, вы увидите зачастую либо это монолог души, если это соло, если танцовщик выражает некие чувства, эмоции и конкретно содержание передает через движение, как правило, это отношения двух людей. Разные эмоциональные переживания, любовь, ненависть, предательство, какие-то идеальные, гипертрофированные символы такие, иногда не встречающиеся в таком чистом виде в жизни. Но содержание балета, история конкретной постановки – это отдельно. Не только история, а именно содержание балета как искусства. А зачем балет как искусство? Да, вот я иногда задаю вопрос провокационный и друзьям, и малознакомым людям. Мне интересно знать, что вы думаете на эту тему? Нужен ли балет вообще? И я себе задаю этот вопрос. А приносит ли это пользу душе человека, который покупает билеты на спектакль, сидит в течение трех часов и наблюдает за происходящим, не потерял ли он эти часы из своей жизни? Ну да, эти бельгарственные купицы, которые нам отбили. По большому счету. Их очень мало. От себя как танцовщица могу сказать, что вряд ли можно в других областях и сферах искусства найти ощущения близкие к тому, которые переживает танцовщик. Потому что танцовщик не разговаривает. У него нет этой формы влияния, воздействия. Он не может использовать речь как способ предложить какой-то спектакль. То есть это следующий уровень? Это коммуникация уже на уровне энергетическом? Это другой уровень. Скорее, это не следующий уровень. Ни плохой, ни хороший, ни лучший, ни худший. Это некая форма творчества, необычная, где тело человека, доведенное до определенного состояния, настолько способно передавать рисунок танца, и способно стать инструментом. Мое тело – это инструмент профессии. Я через свое тело выражаю некие необычные формы для человеческого существа. Создаю рисунок, пропуская через себя музыку, когда музыка становится твоим голосом, когда музыка становится твоим чувством, эмоцией, без слов. Это уникальные вещи. И когда ты ждешь окончания звука, даже в «Лебедином озере», для того, чтобы его продлить своим телом, то есть звук проходит сквозь. И не только звук, мелодика и состояние мелодии. И, слава богу, у нас достаточно гениальной музыки в балете. И благодаря Петру Ильичу Чайковскому, и Сергею Прокофьеву, и многим другим великим композиторам, которые обогатили нашу жизнь, я могу сказать, что это неповторимый опыт. И даже для этого, наверное, надо оставить балет в сфере интереснейших форм искусства, интереснейших форм деятельности человеческой. На самом деле, вы сами в интервью британскому журналу «Балет» лет 10 назад, по-моему, в 2005 году, сказали, что нельзя мешать балет со спортом, и что хоть вам и нравится танцевать балеты Баланчина, Робинса, Форсайта, их очарование скоро проходит, так как все-таки их образы не основаны на человеческой природе и человеческой душе, как вы сказали. У вас за последние 10 лет как-то поменялось отношение к таким вот абстрактным балетам, которые не про отношения, не с какими-то конкретными, что ли, сообщениями, вот, знаете, залу, а просто вот такая вот абстракция. Да, поменялось мое отношение, если брать конкретную цитату и контекст этих слов. Я имела в виду, вот, в данном ответе, что нельзя действительно смешивать спорт и балет, и балет — это искусство, и если в балете больше спорта, чем искусство, то это уже не балет. Это уже ничего, о чем мы только что говорили. — Баланчин, Робинс, Форсайт — это искусство, это балет. Я не отнесу это к спорту. — Вы знаете, это может быть спортом. — Скорее откорректировать вот эту фразу. — Потому что я видел, как это делают, как спортивное упражнение, и мне это не понравилось. — Ну, для того, чтобы быть понятной и не опровергать собственных слов, могу лишь только сказать, что и Форсайта, и Робинса, и Баланчина необходимо предельно открыто и сердечно исполнять танцовщику для того, чтобы он соответствовал этому искусству, искусству балета. И здесь, конечно, нужно включать душу обязательно, включать интеллект, включать смысл, потому что направлений в балетном искусстве тоже много, и они имеют свое место. И это все равно, что если бы существовал только Нью-Йорк, и не существовало бы Петербурга. Существовала бы только Москва, и не существовало бы Парижа. То есть я беру конкретные, очень буквальные вещи, но, тем не менее, жизнь состоит из граней. И поэтому великие хореографы, которые обогатили балетное искусство, это грани балета. Другое дело, что российский зритель зачастую предпочитает эмоциональное искусство, где есть чувство, где есть сердце, где есть то, что они воспринимают как родное, человеческое, как отзыв к своей жизни. Была история, мне рассказывали зрители, пришли на спектакль Ромео и Джульетта в наш театр, супружеская пара в состоянии конфликтном, и вышли из зала после спектакля абсолютно сроднившись друг с другом. Их этот спектакль настроил на диалог, настроил на мысль, что нет ничего важнее любви. Все остальное преодолимо. И смысл жизни в том, чтобы преодолевать, а не в том, чтобы пользоваться любовью и получать удовольствие от другого человека. То есть искусство имело свое воплощение конкретно в этой истории жизни двух людей. Вот сила искусства не только буквально, скажем, люди пришли в конфликте и помирились, но это способность искусства проникать в душу. Вообще душа от человека, это самое таинственное. Пусть это звучит очень просто, но ведь в этом смысл. Человека оторвать не только от обыденного, от быта, не только приподнять человека на какую-то ступень других переживаний, но, может быть, и помочь решить очень важные глубокие вопросы, подтолкнуть к определенному решению, направить взгляд, душу, сердце на другие мысли. С вами очень интересно разговаривать, но, к сожалению, на сегодня наше время истекло. Мы обязательно встретимся с вами опять и продолжим наш разговор в нашей следующей передаче. У нас в гостях была прима-балерина Мариинского театра и заслуженная артистка России Ульяна Лопаткина. Я Сергей Гордеев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире телеканала НТВ Америка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok